шалом дорогие друзья в первой программе в этой серии из четырех программ мы поставили вопрос ответ на который пытаемся найти следующим образом который из двух павлов настоящий тот которого мы видим его собственных посланиях или тот которого нам преподносит лука книги деяний апостолов тот который пишет что а мы умерли для закона и нет уже не у деяний или на или тот который из собственного кармана оплачивает ритуальное очищение свое еще четырех человек в иерусалимском храме мероприятие очень дорогостоящие этим поступком подтверждает что продолжает соблюдать заповеди торы давайте немного вдумаемся вначале в сам вопрос что значит настоящий и что значит не настоящий не настоящий это какой фальшивый притворный ложный а настоящий соответственно это подлинный то есть задавая этот вопрос мы предполагаем что как минимум в одной из ситуаций которые представлены в новом завете павел актерству притворялся кем-то кем на самом деле не был в жизни я не думаю что такая постановка вопроса сама по себе справедлива по отношению к такому человеку как павел скорее вопрос заданных такой форме может свидетельствовать о нашей собственной склонности к фальше конформизму или к мимикрии и поскольку лепить представление о людях по собственному образу и подобию делал для нас очень естественное мне мне сдается что мы а просто пытаемся иногда нарисовать себе полу таким же хамелеоном каким склонны бывать сами а потом ломаем голову где же павел на самом-то деле был самим собой среди иудеев и фресеев иерусалиме или среди тех язычников которых он обратил к вере в мессию и шо самые сильные эмоции которые испытывает человек говорят о нем очень много если посмотреть на самые эмоциональные высказывания павла в его посланиях то вырисовывается очень интересная картина как позитивные эмоции радости надежда так и негативные такие как гнев и печаль у него всегда связаны с миссии и с проповедью о нем а миссии поэтому для меня павел в первую очередь не столько иудей сколько человек искупленные миссии и посвятивший ему всю свою жизнь без остатка ему и проповеди о нем проповеди благой вести все его самые главные радости и горести именно об этом о миссии и о проповеди об успехе или не успехе проповеди и о результатах проповеди то есть если его можно охарактеризовать одним словом а я кстати совсем не уверен что это можно то есть что тем самым мы не впадем непозволительное упрощенчество но если все-таки можно то это слово будет на мой взгляд не иудей что не или на это и так понятно а проповедник или миссионер евангелист благовестник какой-то из них то есть как я его вижу его главная цель жизни стала обращать людей в свою веру и все остальное было этой цели подчинено лучше всего это видно вот в таком тексте послушайте ибо будучи свободен от всех я всем поработил себя дабы больше приобрести для иудеев я был как иудей чтобы приобрести иудеев для подзаконных был как подзаконный чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона как чуждый закона не будучи чужд закона перед богом но подзаконен христу чтобы приобрести чуждых закона обратите внимание приобрести 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 для немощных был как немощный чтобы приобрести немощных для всех я сделался всем чтобы спасти по крайней мере некоторых все же делаю для евангелия чтобы быть соучастником его как мне кажется павел хотел спасти как можно больше людей, причем самых разных, как евреев, так и язычников, и спасти для него означало познакомить со спасителем, с Ешуа. И ради того, чтобы они познакомились с Ешуа через его проповедь о нем, он хотел вначале добиться их доверия к нему, к самому себе. Потому что он хорошо понимал один из базовых принципов коммуникации с людьми. Прежде чем люди примут твое послание, то, что ты хочешь им сказать, они сначала должны принять тебя самого. А кого мы легче принимаем? Похожих на себя людей или не похожих? Ну вот поэтому Павел был разным, с разными людьми. Поэтому, находясь среди фарисеев и садукеев в Синедрионе, в Иерусалиме, он мог сказать, я фарисей. И поэтому же, оказавшись в Афинах, он мог говорить людям о Боге, вообще не ссылаясь на Тору. Кто-то назовет его хамелеоном, их право. Я его считаю просто очень гибким и очень мудрым человеком в тех вопросах, где гибкость позволительно и необходимо ради дела. А в других вопросах он был абсолютно без компромиссен. Это хорошо видно из его посланий. Например, в вопросе обрезания язычников, уверовавших в Иешуа, которому посвящено послание Галатам. Так что же, неужели он ел-таки свинину, когда перед ним ставили ее на стол? Я не исключаю этого, потому что именно Павел писал как о том, что всякое творение Божие хорошо в пищу для употребления, так и о второстепенном значении пищи для духовной жизни и общения, и о недопустимости ситуаций, в которых пища производит разделение между братьями или служит камнем преткновения слабому вере. Вполне возможно, что Павел считал, что поскольку мессианский век уже наступил, законы Торы о чистой и нечистой пище уже не актуальны или во всяком случае претерпели какие-то существенные изменения. Но вопрос в том, ставил ли кто-то Павлу на стол свинину и прочую некошерную пищу? При чтении Писания невооруженным взглядом может показаться, что, конечно же, да. В конце концов, ведь не просто так, Петру, то есть первому, кто вообще проповедовал евангелия язычникам, было в видении показано это самое полотно с нечистыми животными, которое спущено было с неба, ему было сказано Святым Духом «закали и ешь». Вот же она, картинка, из которой мы получаем представление о том, с чем сопряжена проповедь Евангелия неевреем. Забудь, еврейский апостол, забудь о своем кашруте, то есть о законах Торы, определяющих, что есть чистая пища, а что нечистая, и даже вообще законы о чистоте и очищении, и ешь все, что тебе ставят на стол неевреи. Однако на самом деле всех язычников, с которыми имели дело ранние иудейские ученики Ишо, нужно бы разделить по-хорошему на две категории. Первая – это люди, не имевшие вообще никакого отношения к иудаизму. Либо откровенные идолопоклонники, которые поклонялись, как им казалось, никаким идолам, а на самом деле вступали через это поклонение в контакт с бесами. Либо те, кто не был активным идолопоклонником, но во всяком случае к единобожию никоим образом не стремился. Настоящие язычники, одним словом, это первая категория неевреев, встречающаяся нам в Новом Завете. И думая о том, как апостолы и другие ранние еврейские ученики Ишо проповедовали Евангелие язычникам, мы почему-то обычно представляем себе именно их. А между тем, была еще одна категория неевреев, которая в Новом Завете называется «боящиеся Бога» или «чтущие Бога». Эти люди, будучи этнически неевреями, расстались с язычеством и находили иудаизм достаточно привлекательным для себя как религиозную и этическую систему. Однако, в отличие от тех, кто в Новом Завете называется обращенным из язычников, они, чтущие Бога или боящиеся Бога, не совершили полного обращения в иудаизм. То есть, они не взяли на себя обязательства жить по всем заповедям Тора, по которым должен жить иудей. Они оставили идолопоклонство и исповедовали единобожие. Они совершали ежедневные молитвы в те же самые часы, что и иудеи. Они посещали храм иерусалимский, во всяком случае, те его территории, куда им не был запрещен под страхом смерти, между прочим, куда им не был запрещен вход как не иудеям. Они посещали синагоги по субботам и так далее. То есть, иудаизм был им очень хорошо знаком и не понаслышке. Они были почти иудеями, если так можно выразиться, только не хотели совершать обряд обрезания и брать, соответственно, на себя обязательство соблюдать все заповеди Торы в полном объеме, включая заповеди о ритуальной чистоте. Но неевреи находили обрезание отталкивающим обрядом, и понять их можно. В этой процедуре нет ничего эстетического или приятного. Так вот, именно эти люди, чтущие Бога или боящиеся Бога, как их называют Новый Завет, и были теми самыми язычниками, которые так радовались проповедям Павла и Варнавы. И радость их вполне понятна, если поставить себя в их положении. Вы не иудей, но вам нравится иудаизм очень многим, за исключением обрезания и еще некоторых довольно обременительных в бытовом плане вещей. Вы посещаете синагогу, но все время ощущаете себя там человеком второго сорта, ведь вы не обрезанные. Обрезанные, то есть иудеи, люди, так сказать, первого сорта, в кавычках, вас считают нечистым. В храм вам можно входить не далее определенного места, чтобы не осквернить его. Вы любите Бога Израилева, но не являетесь частью народа Израиля. И тут вдруг появляется проповедник, который говорит вам, что для того, чтобы Бог Израиля принял вас как своего, вам не надо становиться иудеем. То есть не надо делать обрезание, не надо обязываться соблюдать все эти достаточно обременительные заповеди. Что? Как такое возможно? Стать человеком Божьим, не становясь иудеем? А вот так. Благодаря Мессии Ишо, Мессии Израиля, Ишо из Назарета. Потрясающая новость. Я, не иудей, не обрезанный, теперь буду считаться полноправным членом народа Божьего. Вот это действительно радостная вещь, что Бог принимает меня без тех условий, которые раньше были совершенно необходимые, выполнить которые было не так уж и легко и приятно. Из двух дошедших до нас посланий Павла в общину Коринфа, ясно, что среди его обращенных были представители обоих категорий язычников. Но если читать Деяния апостолов, то мы там видим, что Павел начинал свою проповедь Евангелия всегда в одном и том же месте, в городской синагоге. Вы скажете, а как же Афины? Он же там выступал не в синагоге, а в Ариапаге? Верно. Но обратите внимание, что он туда пришел не сам. Его туда привели. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. Одни говорили, что хочет сказать этот свой слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресения. И взяв его, привели в Ариапаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой. Сам он туда совершенно не стремился, его туда привели афинские философы. Первое место, где он рассуждал, как Новый Завет говорит, то есть беседовал и дискутировал, была, как обычно, синагога. А его первая аудитория была, соответственно, как написано здесь, мы с вами видим, иудеи и чтущие Бога. И, кстати, в Новом Завете, там же, в Деяниях Апостолов, есть еще одна история о том, как Павел встречается с язычниками, если можно так назвать, махровыми, то есть абсолютно не имеющими никакого отношения к иудаизму, к единобожью. Это когда он в одном из городов, я сейчас не помню, мне просто сейчас вспомнилась эта история, не подготовил ее в моем скрипте, когда он проповедует вместе с Варнавой, и люди принимают их за греческих богов, воплотившихся, и уже готовы совершить им жертвоприношение, и они опять-таки вынужденно начинают с ними разговор. Но и там, и в том случае, они тоже не проповедуют Евангелие вот этим вот язычникам, которые вот прямо-прямо от идольского алтаря, так сказать. Таким образом, первая и основная, почти-почти единственная аудитория Павла была иудеи и язычники, которых Новый Завет называет чтущими Бога или боящимися Бога. Оскар Скоршавн, норвежский историк церкви. В своей замечательной книге, которая называется по-английски «In the shadow of the temple», она не переведена на русский, название означает «в тени храма», приводит две карты Средиземноморья и Малой Азии, датированные первым веком нашей эры. Так вот, на одной из них отмечены города с наиболее крупными еврейскими общинами, а на другой с известными ранними христианскими общинами. Если их сравнить, то они практически совпадают, если их сопоставить друг с другом, что подтверждает историческую достоверность описания Лукой стратегии Павла. Все его общины были созданы на базе синагог, где он начинал проповедовать, производил разделение, это была одна и та же схема, абсолютно. Начинал проповедовать, своей проповедью производил разделение в синагоге между желавшими слушать его дальше и нежелавшими, и оттуда его потом выбрасывали из этой синагоги. Очень характерная картина эта была, например, в Коринфе. Всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии силы и Тимофея, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос, то есть Мессия. Но как они противились и злословили, то он, отрезший одежды свои, сказал к ним, кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам. И каким же он язычником пошел? И пошел оттуда, 7 стих, и пришел к нектому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Вот к какому язычнику пошел Павел. Крисп же начальник синагоги уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились. Таким образом, миссионерская деятельность Павла не уходила так уж далеко от синагоги. Костяк его общин, общин апостола и язычников составляли, по-видимому, иудеи, чтущие Бога, а не бывшие идолопоклонники, которые, тем не менее, все-таки тоже присутствовали в них в некотором количестве. И поэтому совсем не факт, что Павел часто сталкивался с вопросом о том, есть ему свинину или нет. Возможно, что никому просто не приходило в голову подкладывать ему свинью, если так можно выразить фигурально. Ведь все отлично понимали, что он иудей и вовсе не должен отказываться от своей идентичности. Другое дело, если он сам подчинял свою иудейскую идентичность своему призванию проповедника. Но есть еще один вопрос. А насколько строго иудеи вообще соблюдали Тару, когда жили среди язычников, а не в земле Израиля? Насколько историчен, другими словами, был Лука, у которого в деяниях апостол Петр, увидев вот это самое полотно с нечистыми животными, воскликнул, что никогда не ел ничего нечистого? Очень хороший вопрос. Его задает, например, Иосиф Шулом в своем комментарии на книгу «Деяний». Ведь Петр был из Галилеи, и он общался как бизнесмен, как рыболов с язычниками достаточно много. И совсем непонятно, с чего же он вдруг заявляет Господу о таком неукоснительном соблюдении заповедей Торы о чистой пище. Мало правдоподобно. Так может быть, Лука не пытался изобразить все с абсолютной достоверностью и дорисовал какие-то штрихи, просто контраста ради. Может быть, и Павел чувствовал себя среди язычников свободнее, чем среди иудеев? Может быть, иудеи, жившие среди язычников, считали себя вправе не соблюдать некоторые заповеди столь же скрупулезно, как в земле Израиля? Ответы на эти вопросы было бы очень хорошо найти, и если Господь позволит, когда-нибудь сделаем и это. На этом все. Большое вам спасибо за ваше внимание и всего самого доброго. Шалом!